Иди туда! Не надо! Я и так блондин! Ты хочешь, чтобы я стал седым блондином? Это как это практически то, что Ривз называется, этот жанр в Америке, только вживую. Фёрт. Он уже СМИ, нахуй. Чё, чё он? СМИ. Средство массовой информации. Эээ... Обоснуй! Да. Это была такая идеальная СМИ. 10-10. Не, по-моему, я уже больше 14 персонажей спас, и при этом у меня ни хрена новые не появляются. Это меня располагает. Пока вы играете, я ещё раз пошёл. Тебе нужно просто больше спасать. Нужно больше спасать? Да, нужно. Варду, как тебе песня, одинокие зомби. Эээ... Хорошо. Ты должен её послушать. Да, теперь я её уже послушаю. Теперь я авторитетно могу это говорить. СМИ... Ха-ха-ха... Ха-ха-ха... Спасибо. Спасибо за хорошо. Аккуратно. вы как-то неправильно сейчас это грузовик погрузили под землю мы обычно погружали грузовик под землю так что я уже бегу вперед допустим алекски ломает землю и на меня падает грузовик или наоборот у меня бочку это к сожалению это явление тут вот большинство смерти его напарника либо поменять того что ты что-то упала да но при этом на тебя что-то падает именно потому что твой напарник что-то взорвал я когда один играл не только то падала а ну хотя с другой стороны да будет потолок пробьешь ящиком сшивались это тебя у меня тоже случалось но этот вот этого босса вообще быстро завалили там вообще лох у меня просто вы сейчас его только завалили так мы теперь надо дальше лететь я думаю бомба попалет ну да я думаю так логично так ладно днем загрузку но ты за кого меня держишь ты за кого мне держишь датвул спрашивает вы ебанулись что ты имеешь ввиду да и кстати я все таки не советую чтобы материться на гудгейме могут за это на гудгейме да он на твиче не ну читаем там и на гудгейме думаешь за то что мы читаем да да матюкаться нельзя обидно плохой сервис так итак дэдпул обоснуй почему мы убились так вроде как норм идем ну да проходим все более менее я убью тебя ладочкой пойдем да пойдем я просто поехал у меня пристрелили вот это было он он как хаут короче лев накрылся блин все камера тут не совсем удобная тут ларой неплохо еще одна местность освобождена так пресс-файер туканьки не не ну кстати касабельно одного из персонажей этой игры вы уже начали смотреть эш против зловещих ну да я первый эпизод смотрел уже второй кстати вышел ну я знаю потом гляну я подожду пока сезон так в принципе норм но как бы не самое прям скажем так я уже много видел всяких продолжений в виде игр там комиксы но я тоже могу так же сказать но как бы то что были игры это хорошо они были комиксы кстати зловещие мертвецы комиксы я читал только эш против зомби и marvel ну там много на самом деле разных правда я много еще накачал но еще не все прочел я периодически то то пытаюсь сделать то то и не все упевать а ну там довольно что то интересное есть там ну кстати есть уже знаете вот как я уже говорил вот эш против эш против джейсона и против фредди который точнее фредди против джейсона против эша который не этот самый не воины кошмаров который первый комикс его стоит оценить он вполне такой интересный а на всех троих но вот воины кошмаров это уже какая-то лаза не но воины кошмаров это лажа я как человек озвучиваешь и линкару все эти вещи могу сказать точно так же потому что я фанат комиксов я после того как я озвучиваю линкару я иду читать эти комиксы блин значит ты должен был запустить и свое другое ну да ну и ты знаешь я все равно тащусь по эшу против зловещих мертвецов особенно от некоторых просто фразочек ну да то есть чувствуется что Рэйми просто вернулся к истокам просто расслабился ну и кстати приятно что этот самый Брюс Кэмпбелл он так над собой поработал то есть он ужасно же выглядел в черной метке когда снимал что такой был пухлый седой а тут он не что то ну тем не менее он и тут немножко пухловат ну не настолько как там да он да привел в себя форму твою мизь да правильно это разумное решение ой ой кто там она а робот нафиг катсцена да эй а ну да там бочка была под сцену а я не заметил вот обида кстати ты не стал в робота заряжать щас загребу так 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 а еще у меня трахнут я сейчас там трахнут да ну не старейся классикой в горожине хм кстати о вот этих всяких залазеньях робота и прочее вы смотрели фильм Грань будущего да вроде да как веселый ну да а вы читали книгу Грань будущего нет Я кстати какой-то японец написал Да, написал японец Я сейчас ненадолго отойду и сразу вернусь Ну-ка А мы показывать книгу погутарим Так вот Самое интересное Когда мы с Алексом Ки Посмотрели фильм Грань будущего Мы решили Блин, японцы же вроде как Должны неплохо писать И мы заказали эти книги Ну, понятное дело, на русском Я не знаю, дочитал ли до конца Алекс Ки, но я Книгу осеял за день И вот обычно Такое бытует мнение, что Фильм круче Обычно, что книга Книга круче, да Так вот я хочу сказать В данном случае Фильм круче Вообще, наверное Скажем так, что В книге очень много Да, подробностей Много каких-то Нюансов раскрывается Которые в фильме Не показываются Вот Но когда начинаешь Все это соотносить Понимаешь, что в фильме Эти нюансы не показывались Потому что Они в принципе Для сюжета Не важны А, то есть там Много воды Короче В книге много воды Может это еще и Глупость перевода Фиг его знает Но лично я вот Это был самый скучный День в моей жизни Когда я читал Книгу Грань будущего Блин, а самый скучный День в моей жизни Когда я читал Мы можем продолжать Звезды холодные Игрушки Блин Я просто такой Чувак Дай мне почитать Что-нибудь Прикольное Мне дали вот это Звезды холодные Игрушки Не читал Но слышал Блин Они имеют при этом Культовый статус Да Мне Жучайше не понравилось Особенно то Как размышляет Главный герой Это настолько Такой типа Я пойду И признаюсь ей А может не буду Блин Там корабль рушится Что же мне делать Вот что-то такое Надо будет почитать Просто я сейчас читаю Дэна Симмонса Террор Там про корабль Затертый во льдах И там всякая Антимуличная хрень В виде чудовища Пожирает И разрывает Его Экипаж Оно вроде как бы Тоже скучное Но тем не менее Интересное А также Моя любимая Настольная книга Это Харуки Мурагами Страна чудес Без тормозов И конец света Она тоже скучная Для Стороннего наблюдателя В общем Надо почитать Ну Если хочешь Почитай Короче Но вот Я Скажу честно Я на этом полкниги Где-то прочитал Прям выйти Я такой Человек Заберил Он такой Я нам не нужно Ко мне на то Пришли мне По почте Я не могу Я выкину Там Там есть Чувак Короче Зато по фамилии Крякин Крякин Это забавно Я сколько Наших авторов Вот не считал Такое ощущение Что Блин Нафиг Мы у меня фантастика писали Стругацких Почитай Мне вот Понравился Василий Орехов Вот так писал Вот он Красавчик Чувак Но это вот пока Вот я читал Вот из Русско Пишущих Людей Да Из лучших фантастов Которые Пишут Просто Ну я не знаю Мне очень нравится Стругацкий Я прямо Все книги За поем Читаю Даже Ульдит У нас Не Для тех Кто знает Мне из русских Питателей Таких Односильно Фантастов Нравится Евгений Лукин Он больше Наверное Сатирик Ну туда Тут знакомый С Лукин Каник Наверное Лукин Он написал Как это Короче Всех Велик И мы С нами Ботов Ну да Скорее всего Ну вот Мне Тем не менее Серега Лукьяненко Тоже Очень нравится Ну не Дозоры Хотя Дозоры Тоже В общем А Черновик Жвачка Интересная А Черновик Чистовик Именно эти Две книги В круге Как самая лучшая Что Он всегда Либо Писал Да Блин Ну Кстати Если Мне не очень Понравилось Что у Пьяненко У себя В ЖЖ Я не читаю Что они Пишут ЖЖ Я у писателей Читаю их книги Скажем так Да Я тоже не понимаю Это вот Вреда Типа Следить За жизнью Чужих Скажем так Следить Из жизни Да Иногда Бывает Люди Такой Интересный Интересный Напятное Писатели Там Выкладывают Иногда Бывает Каких Небоченик Так А Что Кстати Хищник Делает Я не Очень Понял Какой Автоприцел Типа А Он Становится Не Видел Короче И Все А А Главное Вызвучить Да Так Вот О наших Фантастах В принципе Если читать Самые Ранние Книги Лукьяненко Того же То Мы Можем Уважить